Начали ликвидировать ядовитые отходы на территорию соли химпрома специалисты Росатома. Масштабы бедствия они оценили на месте. Там же был и мой коллега Алексей Бакланов. И он знает, когда экологическая бомба перестанет угрожать. Эти цеха советского промышленного гиганта разрушила не война или стихийное бедствие. Ударная волна от крушения СССР докатилась сюда в начале 90-х. Время и охотники за металлом довершили картину. Территория химпрома площадью свыше 600 гектаров превратилась в опасную зону отчуждения. Четверть века отходы развалившегося производства отравляли землю, воду и воздух вокруг, ртутью и диоксинами, парами соляной кислоты и нефтепродуктов. Вообще во всех цистернах основной компонент это соляная кислота. Только в разных концентрациях и в разных примесях. То есть содержится здесь сероводород. Внутри охраняемого периметра специалисты Росатома и бойцы войск химзащиты вскрывают и локализуют аварийные хранилища с ядовитыми веществами, затем анализируют их состав для дальнейшей нейтрализации. По самым скромным подсчетам здесь находится свыше двух миллионов тонн токсичных отходов различных типов. У нас первое заседание общественного совета, который как раз сможет каждый месяц общаться с корпорацией Росатом, с федеральным экологическим оператором, который непосредственно реализует этот объект. Корпорация Росатом полностью открывает свои двери. Организовать работу областного экологического совета помогла общественная палата России. Прозрачность и открытость работ по очистке и рекультивации химпрома – приоритет Росатома на этом социально и экологически важном объекте. Очень важно, что население, общественность, вовлеченные в это полностью, имеет возможность и профессионально контролировать, и просто знать, и не волноваться. Это очень хорошая практика. Практически, я не знаю, есть ли такие аналоги вообще где-то в стране. На заседании представители корпорации рассказали, что подготовили детальный план по очистке и рекультивации Усольской промплощадки. Самые опасные объекты, в том числе цех ртутного электролиза, обезвредят уже в этом году с наступлением холодов. А еще госкорпорация включила Усолье-Сибирское в свою корпоративную программу «Умных городов». И усольчан ждут большие перемены к лучшему, говорят эксперты. Федеральным центром и президентом Российской Федерации поставлена задача полностью под ключ решить проблемы откопленного вреда в городе Усолье-Сибирском. Мы понимаем, что подобных практик практически их нет. Завершить очистку и рекультивацию Усолья-Химпрома планируется в 2024 году. А первый доклад Владимиру Путину о реализации начального этапа проекта федеральный экологический оператор представит до 1 ноября. Алексей Бакланов, Кирилл Зверев, Вести Иркутск. Субтитры создавал DimaTorzok